Всем привет! Вы на канале 100 рецептов и с вами Ольга. Сегодня будем готовить один из самых вкусных и шикарных десертов. Это клубничный торт фрезье. Готовим бисквит. В глубокую емкость взбиваю 3 яйца. Постепенно добавляю 100 грамм сахара, взбиваю в густую пышную массу. Взбивала я минут 8, вот такая пышная масса у нас получилась. В отдельную емкость я беру 60 грамм муки, добавляю 25 грамм кукурузного крахмала и 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю. Хорошо перемешав, буду добавлять порционно в нашу массу и перемешивать. Хорошо перемешав, отправляем нашу массу в форму. Разъемную форму диаметром 20 сантиметров я уже подготовила, дно застелила пергаментом, но можете еще смазать бортики сливочным маслом, чтобы легче можно было достать бисквит. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Вот такой воздушный бисквит у нас получился. Пока кладу его на тарелку и займемся приготовлением крема. В кастрюльку или в сотейник вливаю 500 миллилитров молока и добавляю 180 грамм сахара. Хорошо перемешав, ставим на плиту. Смесь на медленном огне доводим до кипения, периодически помешивая. И тем временем продолжаем делать крем. В глубокую емкость взбиваю 3 яйца. Добавляю 50 грамм крахмала и пакетик ванильного сахара. У меня 8 грамм. Хорошо все перемешиваю. Смесь начала кипеть. Выключаем, отставляем. И теперь тонкой струйкой, помешивая нашу яичную массу, вливаем молоко. Хорошо перемешав, наш крем обратно отправляю в кастрюлю. И ставлю на огонь. Все время помешивая, крем довожу до загустения. Масса наша хорошо загустела. Снимаем с огня. Наш крем перекладываем в глубокую емкость. Теперь отправляем сюда 100 грамм масла и взбиваем до однородности. Хорошо перемешав, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем наш крем остывать при комнатной температуре. Разрезаем бисквит напополам. Теперь приготовим пропитку для нашего тортика. Для этого мы возьмем 50 миллилитров воды в кастрюльку или в сотейник. И добавим 50 грамм сахара. Хорошо размешав, ставим на огонь. Постоянно помешивая на огне, доводим до кипения и до полного растворения сахара. Сахар растворился, сироп стал прозрачным. Начал кипеть. Минутку помешал. Снимаем с огня. Я переливаю в чашку до полного остывания сиропа. Я взяла клубнику. Самую красивую, большую я оставлю наверх для украшения. Остальная пойдет для начинки нашего тортика. Половинку я разрежу напополам, а вторую буду вкладывать целую. Вот примерно так я поделила. Беру 15 грамм быстрорастворимого желатина и добавляю 50 миллилитров холодной воды. Все хорошо перемешиваю. И оставляю до полного набухания. Набухший желатин ставлю в кастрюлю с горячей водой. И помешиваю, чтобы желатин полностью растворился. Крем наш остыл. Снимаем пленку. Добавляем 100 грамм оставшегося сливочного масла. И хорошо взбиваем миксером. Взбиваем минуты 5. Хорошо взбив, добавляем тонкой струйкой желатин. Крем наш готов. Торт я буду собирать в той же разъемной форме, что и выпекала. Я ее обтянула пищевой пленкой. И установила на тарелки. Теперь буду укладывать бисквит. Пропитаю его сахарным сиропом. Выкладываю немного крема. Половинки клубники прикрепляю к бортикам. Снова выкладываю крем. Теперь целую клубничку хаотично погружаем в крем. И поверх клубники выкладываем немного крема. Оставляю часть крема для поверхности тортика. Крема у меня немножко осталась уже наверх торта. И теперь кладу второй корж. Немножко его прижимаю. Пропитываем сиропом. Выкладываем оставшийся крем. И разравниваем. Теперь аккуратно сверху закрываем пищевой пленкой. И теперь ставим наш торт в холодильник на часов 5-6. Но лучше на ночь. Прошла ночь. Тортик мы достали с холодильника. Снимаем пищевую пленку и кольцо разъемной формы. Украшаем торт. Я же украшаю половинками клубники и листочками мяты. Вот такой красивый и аппетитный торт получился. Сочетание воздушного бисквита, нежного легкого крема и ароматных ягод делает этот торт безумно вкусным. Он станет изюминкой на вашем столе. От этого шикарного торта ваши родные и гости будут в восторге. А ваши отзывы с нетерпением жду в комментариях. Делитесь этим видео с друзьями и не забывайте подписываться на канал 100 рецептов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok